Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, я решил немного чаще с вами говорить о каких-то таких, знаете, отдаленных уже немного вещах с сампа. Вообще уже, на самом деле, абсолютно весь GTA Samp контент как-то отдалился от первоначального смысла, от первоначальной идеи вообще всего этого контента. И от вот этого самого GTA Samp, от вот этой вот, знаете ли, игры, или, наверное, правильнее будет сказать, модификации, осталось только какие-то, знаете ли, превьюшки. И в некоторых случаях названия, а чаще всего, если мы берем за основу какого-нибудь Ангела Касада, или Андрюха Киевского даже, или там, ну, еще кого-нибудь, то чаще всего, ну, там, геймплей еще, да, возможно, GTA Samp'овский, а все остальное уже идет как-то от самого человека, и на какие-то, уже, знаете ли, отдаленные от самого GTA Samp'а темы. Но, тем не менее, это тема для отдельного видеоролика, и сегодня мы ее затрагивать, к счастью, или, к сожалению, не будем. Я вообще заметил, что всякие ролики, или, знаете, где я просто о чем-то рассказываю, о чем-то вообще думаю, какие-то мои, знаете ли, рефлексии, или что-то наподобие того, а также ответы на вопросы... В общем-то, что-то про меня, или когда я что-то, там, знаете, говорю, как-то выражаю свое мнение, оно собирает, ну, типа, просмотры хоть какие-то, около 200 просмотров для меня, для моего вот этого вот канала, на котором вы сейчас находитесь, ну, наверное, это неплохо. Хотя, могу ошибаться, опять же, то есть, ну, нормально, насколько я знаю, статистика, типа, в пределах такой, знаете ли, нормы, это, ну, как бы так сказать, примерно 10% от количества подписчиков за 12 часов. Что-то такое, после публикации ролика, если просмотров меньше, то, ну, это плоховато, но, тем не менее, исправимо. Вот. И, знаете ли, в чем дело? Ну, просто вот так вот, если обо всем вот этом вот говорить, а не так давно ютуберам вообще начали прилетать страйки. Вообще, то есть, ну, ситуаций таких я подразумеваю много на GTA, сам в ютубе, но ознакомился я только с одной, и там еще вроде у Малфоя какая-то подробная ситуация была, и я не переношу этого человека на дух, поэтому не смог посмотреть его видеоролик про вот эту вот всю ситуацию, как ему там, мол, якобы, адванс роли плейкинула какой-то страйк или что-то наподобие того. Вот. И я посмотрел от X-GEM'а Хакаги, ну, типа, я не знал, кто это вообще такой, в душе не ебал, кто это. У него просто, знаете ли, были какие-то туториалы, которые для меня, наверное, были в той или иной степени важны на тот период времени. Вот. И я как-то там заходил, знаете, или что-то смотрел, и вот решил я недавно опять-таки чекнуть его канал. X-GEM'а Хакаги вроде как нормальный чел, не знаю, не знаю, можете меня покрыть хуями. Я вопрос не выдавался, я знаю каких-то вот этих вот верхушек GTA, сам в ютубе, а вот нижний интернет меня пока что не интересует, потому что, ну, он не нужен. Да и меня и скоро высший, так сказать, я не знаю, бастион, эпатаж, блядь, там, бастилия, все это меня как-то, ну, не особо уже, знаете ли, так не особо начинает волновать. У меня вот один такой, знаете ли, квест на всю мою вот эту вот GTA-самп ютубовскую жизнь, это сделать самп-обзоры на тех, на кого я хотел их сделать, и тех, на кого не хотел сделать, да, любой из вас, если мало ли кто-то не знает, может проплатить самп-обзор. Сразу хочу сказать, что вы не можете проплатить мое мнение, которое будет сказано в этом самом обзоре, вы просто такие, типа, приходите ко мне, говорите, о, хочу обзор на вот того-то, того-то человека. Я такой, типа, ебать, ну, сделаю, а вы мне такие деньги даете, а я такой вот начинаю делать. Суммы разные, но чаще всего это 50 тысяч рублей или что-то наподобие того, за то, что я делаю, за тот пласт работы, это копейки, за целое, знаете ли, искусство, но неважно, неважно. Сегодня мы поговорим про систему страйков на ютубе. Моя самая-самая излюбленная система страйков, которая не только подвергает какой-либо опасности человека, который подает этот самый страйк, но и неблаготворно влияет на самого человека, которому этот самый страйк кидают. У меня уже был ролик о том, почему страйки это зашкверп, можете посмотреть, если мало ли кто-то не видел. В данном ролике я повторяться не буду, потому что, ну, не вижу в этом какого-то логического вообще смысла. Ну, типа, зачем, если я уже там говорил, просто тот ролик посмотрите, тот ролик набрал мало просмотров. Так вот, вообще, в чем все дело-то? Дело в том, что когда человек подает страйк, он, ну, так сказать, соглашается с некоторыми правилами игры, то есть, ставит там достаточно много всяких разнообразных галочек в своем обзоре страйку ПГ Ютуба. Я показывал, что это за галочки, например, страйка от Андреа Сукры, и там прям человек соглашается с тем, что вот да, я там такой-то, я правообладатель и так далее. И при желании, при особом таком, знаете ли, желании, вот это вот самое заявление можно использовать как основание для того, чтобы подать в суд, ну, или написать заявление в полицию за клевето, а клевета это как бы уже не какие-то там, знаете ли, административные дела за нарушение авторских прав, где там, ну, у тебя максимум каких-нибудь, я не знаю, 1100 рублей отсудят, да, которые ты там плюс-минус сможешь выплатить, наверное. Типа, ну, это и то, 100 тысяч это надо постараться еще отсудить, потому что, ну, если контент нигде не продается, если контент бесплатный, то как бы отсудить что-то, вообще какие-то деньги будут, ну, просто сложно, вот, но мы сейчас говорим не об этом. Так вот, страйки вообще сами по себе, ну, полная хуйня, потому что, ну, такое-се, типа, YouTube не проверяет сам контекст ролика, возможно, что, типа, ролики, использованные вообще там, не защищены авторскими правами какими-либо, да, то есть не требуют никаких документов, достаточно просто то, что ты, типа, то, что это загружено на твой канал, либо на твой аккаунт, с которого ты подаешь этот самый страйк, и то, как мы поняли, это не обязательно, вот, ты просто, вот, достаточно этого, ты подаешь страйк, и все, его принимать. Никаких документов о том, что авторские права принадлежат тебе, никаких документов о том, что авторские права вообще зарегистрированы, то есть ты ничего подобного YouTube не даешь. И вот вследствие всего этого появилось много всяких разных умников, которые занимаются, откровенно говоря, хуйней. Что делают эти самые люди, если мало ли кто-то не знает, опять же, перед тем, как я вам все это расскажу, я бы хотел сказать, что лжесвидетельствование у нас карается по закону, это статья о клевете, это статья, опять же, о лжесвидетельствовании, не знаю, можно ли ее подогнать под все это, вот. Вот, и за это вы вполне, возможно, сможете быть привлечены к административной, нет, к гражданской, а также к уголовной ответственности, вплоть даже до этого, если вы будете точно знать, что никаких, никакие права на ролик вам принадлежат, если ролик вообще не ваш, и вот вы подаете вот такой вот иск, да. Но проблема в том, что, типа, ты там просто указываешь свои данные адресные, их никто не проверяет, тебе не приходит ни какое-то там, знаете ли, оповещение о том, что вот, мол, введите там, я не знаю, заберите на почте конверт, откройте этот самый конверт, в этом конверте находится код, код вводите в окошко со страйком, и только после этого страйк отправляется, чтобы, типа, убедиться в том, что действительно человек живет на вот этом вот месте, и то, что в случае чего с этого самого адреса он будет, там, я не знаю, ездить в районный суд, там, отстаивать свои интересы, и тогда ничего такого не происходит, ты просто можешь, блядь, наобум указать всю эту информацию, отправить страйк, и максимум, что тебе грозит за лжесвидетельствование, за клевету, это блокировка твоего аккаунта Google. Разумеется, можно загрузить ролик заранее на свой пустой аккаунт Google, с него подавать, и если его забанят, то, типа, ну тебе ли не похуй, да, и то нужно будет доказать это, чтобы его забанили. Вот, поэтому, как бы, ну, вот так вот все это происходит. В чем заключается вся фишка? Опять же, все это рассказано в научных целях, и не преследует цели пропагандировать, чтобы люди нечто подобное повторяли. Что делают эти хуесосы ебаные? Они скачивают ролик, вырезают оттуда какой-то определенный фрагмент, я там, на несколько секунд, возможно, на минуту, заливают его на свой канал, а после этого подают страйк на этот самый фрагмент. Мол, этот самый фрагмент, он, на самом деле, взят с моего канала и был незаконно, там, знаете, нерегламентированно использован. Все, ролик блокируют. Разумеется, его разбанивают через 14 дней, но что, если просто, знаете ли, накидать три страйка таким образом на канал, и все, типа, его блокируют, и ты остаешься без какого-либо дохода, и тебе нужно сидеть, вот, все это оспаривать. Это, это просто пиздец, блядь. Вот такую хуйню, вот, казалось бы, такой видеохостинг, блядь, даже ВКонтакте, блядь, запрашивает все документы о регистрации вообще прав. То есть, не хватит какой-то одной справки из РАУ или просто ссылки на то, что вот где-то там хранится твой видеоролик на каких-то, типа, площадках, да? Там нужны прям все документы. Я обо всем этом в обзоре, типа, рассказывал, там, страйку по Ютубу, можете посмотреть. Блядь, это пиздец. Я вот как только об этом узнал, что творят эти хуилы, ёбаные, я вообще охуел. Пиздец, я смотрю, я думаю, это ж пиздец. Вы представляете, просто вот это вот какое-нибудь там начальное интро Evolve ролеплей или Advance ролеплей, которое часто люди используют, да, у себя в роликах. Просто вот его вырезать, к себе на канал залить, и вот так вот раскидывать страйки просто всех GTA-самп-ютуберов можно забанить. Но это ж пиздец. Это, блядь, пиздец. Как Ютуб с этим не борется? Я просто не понимаю. Просто, блядь, запрашивать какие-либо, я там не знаю, какие-либо данные вообще у людей, типа, о регистрации, да даже не о регистрации авторских прав, а сделать так, как я, типа, велел. Ну, типа, не велел, а просто советовал, да, чтобы приходил какой-то конверт на место жительства, которое человек указал. И, типа, чтобы там был какой-то определенный код или какое-то слово кодовое, которое нельзя угадать, которое состоит, ебать, из 32 буквы, которые нужно ввести в поле, при подаче страйка. И все. Таких случаев было бы значительно меньше. И в случае чего можно было бы реально вот по этому самому адресу этого хуилу, блядь, за клевету посадить на какие-нибудь два года, ебаные. Даже пусть условно эта вся хуйня будет, все равно хуилы можно было бы проучить. Но это пиздец. Ютуб, как такое допускается? Я люблю Ютуб всем сердцем, всей душой. Но когда просто происходит такая хуйня, что можно забанить абсолютно любого сампера, это пиздец. Но это в самом деле пиздец. Типа, разумеется, они разбанятся. Наверное. Если повезет. Но, типа, это ж пиздец. А что если какого-нибудь миллионника попробовать так застрайкать? И просто, вы знаете, это ж вообще никак не контролируется. Ты вводишь, блядь, любой адрес, там, то, что ты, ебать, живешь в какой-нибудь Мексике, ебаный. И все, Ютуб это примет. Все. И ты ничего, никакая, блядь, Мексика. А где хуилу этого искать, блядь? Все. А нахуй, а гугловский аккаунт, все. То есть, ты страйк с него подал, блядь, гугловский аккаунт удалил, все. Страйк лежит, блядь, и никуда ты это ничего не предъявишь, блядь. Все. И это пиздец. Ну, в самом деле. Ну, согласись, это ж пиздец, блядь, когда вот такая хуйня просто на миллиардном, блядь, видеохостинге стоимостью миллиарды, там, рублей каких-нибудь, да? Когда такая хуйня происходит, ну, это пиздец. Ты просто, блядь, остерегаешься всего после такой хуйни. Ой, можно было бы еще долго обо всем этом поговорить, но впереди еще много разнообразной работы. Жду вас завтра в этом же месте в 20.00. Заходите, будет весело, интересно, а также берите с собой друзей и рассказывайте о данных видеороликах своим друзьям, либо каким-нибудь GTA-самп-ютуберам, своим знакомым, вот этим вот, которые ко мне либо нормально, либо просто лояльно относятся. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании.